Вот в эти первые две минуты второго периода вообще заметно, что мы пытаемся зайти в зону именно через брос, когда в первом периоде мы все-таки пытались зайти за счет индивидуальных действий. Ой, Толчинский хорошую какую передачу выдает на Акулова. Вот первый раз зашли не через брос в периоде, первый раз именно заехали и завезли шайбу. И тут же по-нормальному зашли, это называется не по-канадски, да? И, пожалуйста, вынимайте. Константин Акулов. Ну, давайте смотреть еще раз, что к этому привело. Ну, здорово здесь Толчинский, конечно, Акулова увидел. Отличный диагональный перевод, на самом деле, через просто всю зону на дальнюю штангу. И у Мартина фактически не было шансов. Да, Мартин уже слишком выпятился к этому ближнему углу, явно закладывался на бросок. И такое ощущение, что Акулова вообще никакого поля зрения не держалась, канадцев. Как-то он совершенно невидимкой, таким истребителем стелс пролетел. Проткался на дальнюю штангу, да? Так, ну что, в четвером, я так понимаю, сейчас сборная «Онтарио», да? Удаление уже в их составе. Соответственно, нашу большинство. Снова первая звена у нас вышла с первых секунд на реализацию. И снова в зоне встать удается, скажем так, с трудом. Ах, добивание позволили канадцы сделать, но как-то, наверное, сам Владимир Брюкен несколько опешил от того, насколько легко все получилось. И гол! 2-0! Бросок защитника от синей линии. Похоже, что Мартин там не совсем четко видел картину происходящего. Насколько я понимаю, это наш капитан Рушан Рафиков. Да, Рушан Рафиков. Просто вонзил шайбы в сетку. Так, смотрим еще раз. Вот здесь Брюкен сначала не сумел добить, потом еще налетел на своего, на Фищенко. Дальше возврат на синюю. Бросок. Да, вот игрок на ползоне стоял и все ему закрыл. И сам не сделал ничего для того, чтобы бросок блокировать. Помешал своему вратарю. Ну что, с трех побед подряд сборная России, по-моему, вообще никогда не начинала суперсерию. С двух, да, начинали. Но и то, это опять же было, когда первым был Квебек. А вот сейчас уже 3-0. Что происходит со сборной Онтарио, сложно понять. Но это только проблема сборной Онтарио. Сборная России уже в третий раз зажигает за их воротами красный свет. Да я бы не сказал, что это проблема сборной Онтарио. Это проблема обороны сборной Онтарио. Как бы в атаке они ничего еще... В атаке-то у них ничего не поменялось. Это вот оборона стала сыпаться. Ну ты прав абсолютно, что это проблема сборной Онтарио. Нам от этого только хорошо. Игра более-менее равная, но счет продолжает расти в нашу пользу. Да, отличный поперечный перевод. Здесь коридор для броска был открыт для Никиты Шацкого. Тот имел возможность так примериться, посмотреть, оценить обстановку. Человек за кофе мог совершенно спокойно сходить. И тебе, и мне, и нормально всем было бы. Ну и к вопросу о бросках можно вернуться. Потому что мы, уверен, сейчас посмотрим статистику второго периода. Нас там снова жестко перебросают. Но все вот эти броски от синей линии, которые летят в грудь шестерки, но большой угрозы в себе не несут. И так мы цементируем. Ну ты знаешь, пока вот по состоянию... И 2-0 выход у нас. Да, однако. Ой, ну что ж такое-то. Перестаетствовали. Слишком красиво хотели. Но при этом шайба не вышла из зоны. Это уж слишком бы унизили соперника тогда. И, видимо, все-таки хоккейные боги не позволили им это сделать. Ну тут как мы любим шутить с нашим коллегой и другом Кириллом Корниловым. За такое надо 2 минуты за неуважение к сопернику давать. А, кстати, вот на момент, когда оставалось чуть меньше 5 минут до конца второго периода, соотношение бросков было 9-9. Ну это во многом связано с тем, что мы все-таки играли в большинстве. Ну да. Мы начинали в большинстве, а потом еще одну получили. Да, здесь, конечно, опять оборона Лиги Онтарио что-то страшное делает. Так, силовой в средней зоне. Оставили без шайбы Толщинского. Там, по-моему, похоже, поднята вверх судейская рука. Да мне тоже показалось, что уже была атака, не владеющая шайба игрока. Успел наши птицы с шайбой расстаться. Да, похоже, сейчас что-то начнется. Потому что Акулова достаточно болезненно стукнули. Ну чувствую, что от него исходит опасность. Он же несколько раз обострял игру в этом периоде. И, собственно говоря, шайбу забросил. Да, не хотел бы второго игрока по ходу серии терять. Ну да, песня «Смод криминал» как раз очень в тему. Да и, суть по всему, ему досталось по рукам. Это может быть очень болезненный удар. Если, опять-таки, возвращаясь к Конору Макдэвиду, который сломал себе одну из костей в кисти, да. Если сейчас у Акулова, не дай бог, что-то такое же, это будет очень неприятный эпизод. Вот нам как раз показывают то, что в средней зоне... Вот здесь, по-моему, тут в пах ему клюшки ткнули. Да, два раза в одной смене получил. Ну вот сейчас, собственно, два игрока и в пеналти-боксе. Так, ну что, пять на три получается. Да, втроем остались игроки «Онтарио». Ну, сейчас, конечно, не помешает четвертый для того, чтобы наказывать за грубость. Но я лично не против того, чтобы трига умерла. Ах, был уже готов. Брюкин к тому, чтобы замкнуть, но немножко далековато держал клюшку. Сейчас рискован наш пас. Вот и гол. Вот примерно то же самое прошло теперь на Брюкина. То, что не прошло буквально несколько секунд назад, еще раз повторили. Закрепили. Да. Повторение пройдено дидактический материал. Снова провели ту же самую комбинацию. На этот раз тот же Володя Брюкин сделал необходимые выводы из того, где нужно стоять и как лучше держать клюшку. Вот, пожалуйста, снова проходит эта диагональ. По-моему, Зея Пагин ему делает передачу. Всполнение защитника питерского СКА Дмитрия Юлина. А нет, Юдин все-таки, да. ВспоминART.